Книги – источник знаний. Если вдуматься, эта расхожая фраза несет в себе глубокий смысл. Ведь именно книги учат нас буквально с первых дней жизни. Рассказывают нам о том, что хорошо, а что плохо. Помогают адаптироваться в социуме, помогают освоить профессию и многое-многое другое. Чтобы подчеркнуть важность первых книг, помогающих нам узнавать жизнь, уже несколько лет в России проходят недели детской и подростковой книги. В этом году мы праздник проводим в ДК Чкалова. Представляют его в холлах интересную интерактивную квест-программу библиотеки района и города Щелково. В Щелково неделя книги проходит в таком формате уже пятый год подряд. Активно работают сотрудники местных библиотек над тем, чтобы всем пришедшим было интересно и, конечно, немаловажно привлечь людей всех возрастов к увлекательному и нужному занятию чтению. На этот раз для учеников районных школ организовали квест по сказочной повести Александра Миленьевича Волкова «Волшебник изумрудного города». Написана она в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с некоторыми изменениями. В 1959 году вышло новое издание книги, значительно переработанное автором. Впоследствии книга была переработана еще раз. Ребята с интересом и успехом проходили все этапы квеста. Каждый участник квеста «Волшебник изумрудного города» мог пройти несколько этапов и в конце прикрепить свое желание на самый настоящий шар желания Гудвина. Вот сейчас я это сделаю. По уже сложившейся традиции к нам в Щелково приглашают поэтов и писателей, которые пишут для детей. На этот раз приехал Владимир Борисов. Поэт, писатель, сценарист, член Союза писателей России. «Дело в том, что надо любить родной язык и родное слово, потому что сначала люди разговаривали. Когда человек читает, он проговаривает. Когда он смотрит в экран или в компьютер, он молчит. Надо любить книгу за то, что у тебя возникает диалог». «За что люди любят книги?» «Потому что они хорошие, они хорошо кончаются, они очень интересные. И ум дают». Лилия Тимеева, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щелково». «А прохрань!»